Из-за распространения коронавируса по всей стране отменяются массовые мероприятия. От крупных фестивалей до концертов и спектаклей. Ну а некоторые проекты начинают переходить в режим онлайн. Как, например, всероссийская акция «Библионочь». В этом году марафон впервые прошел безочной встречи зрителей и участников. В онлайн-библиотеке побывала и моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Акция «Библионочь» давно стала популярной в Махачкале. Ежегодное мероприятие собирало сотни поклонников в стенах библиотек и прежде всего в Главной национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова. Из-за сложившейся во всем мире ситуации с пандемией работы всех библиотек мира переместилось в виртуальное пространство. Но желающих принять участие оказалось даже больше, чем обычно. В этом году чтения посвящены победе в Великой Отечественной войне. Артисты, писатели, деятели культуры со всей республики дали старт акции. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Наше время иное, лихое, но счастье как вставящий. И в погоню за ним мы летим ускользающим слеп. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть. Кстати, прочитать отрывки из любимых произведений можно было и на национальных языках. Вместе с тем к онлайн-марафону 75 слов победы подключились и библиотекари со всего Дагестана. Они признаются, такой формат акции немного непривычен, но пропустить такое мероприятие они не могли. Этот год очень значимый для нас с вами. Наши деды, прадеды, отцы, дедушки и бабушки воевали для нас, чтобы мы с вами жили под мирным небом. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Марафон объединил разные поколения людей. Участники акции прикоснулись к литературному наследию военных лет. Погибшим быть бессменны на посту, им жить на званиях улиц и в былинах. Ветеран-боец бывалый, повидал за жизнь немало. Он с отвагой в бою защищал страну свою. Каждый мог поделиться своей историей, публично прочитать письма далеких лет из архива своей семьи или спеть песню. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там с углянком о водованке забирает виноград. Так, в онлайн формате впервые прошла эта необычная библионочь. Она позволила узнать о новых проектах, а значит расширила горизонты, несмотря на тревожные обстоятельства, даря людям надежду на лучшее. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке над девичьем все горел огонек.